вайдер представляет ну и так как данном видеоролике мы будем разыгрывать синие шарики ребята я не могу вам также их не разыграть и сегодня у нас будет целых 10 победителей которые получат от меня по одному синему шарику для этого вам нужно всего лишь поставить лайк данному видеоролику написать комментариях свой никнейм и подписаться на канал все ребята итоги сделаем завтра на стрим очки в прямом эфире всем удачи всем привет дорогие друзья с вами вайдер и я стою на пропасти этого здания здесь так высоко и вы наверное ребят поняли что это у нас рубрика по паркурчику а вот и будем ее снимать в жанре ну против про в качестве про у нас будет сегодня серёга поздоровайся всем привет вот ну и в качестве нубиков у нас будет это лисенок и советский танкист на стримах они у меня тоже очень часто присутствуют и соответственно мы решили их немножко взять и посмотреть теперь по правилам игра во первых у нас будет на целых из забыл на сколько будет шариков на 50 я сказал да синих шариков и игра ребята будет у нас на целых 50 синих шариков это 5 миллионов кристаллов это просто жестко поэтому в случае если кто-то победит я солью у себя целых пять лямчиков но в любом случае у нас кто-то победит выиграет и но здесь у нас есть одно но если победит у нас выиграет серёга то он заберет все соответственно эти 5 миллионов себе но если ребята у нас выиграет то они заберут себе по 25 синих шариков то есть каждый из них получит по два с половиной миллиона кристаллов и здесь вы наверное думаете а в чем смысл если как говорится это чувак нас паркурит лучше никто блин ну велика вероятность того что он выиграет но здесь ребята есть и включается у нас такие штучечки как бить можно соответственно у нас вот этим двум молодым людям серёгу вот а серёге соответственно их трогать никак нельзя мешать им тоже нельзя серёге нужно как-то затащить именно своим скиллом зарешать соответственно это сейчас ребята у нас будут делать они уже стали на такие свои знаете кемперские позиции но ребят давайте на счет 3 жмем кнопочку дель это и начинаем так сказать наше веселье поэтому давайте раз два три все жмите кнопочку и сразу соответственно старта можете лететь на вот эту точку да кстати ребята первое покорение это вот такое здание не сильно сложное но и не сильно знаете такое изичное чтоб не было того что если кто-то допустим за респица рядом с этим домиком то он по факту и выиграл так и есть у нас респ лисенка лисенок у нас что-то пытаясь там залететь прилететь полететь ну блин лисенок мне кажется неправильную тактику братан вырыл лисенок лисенкович а ну что ж ты серёгу то отпустил я ж не зря тебе сказал что у вас есть возможность стрелять его эхвы эхвы и в итоге первое здание ребят покоряет у нас про соответственно никто ему абсолютно не мешал хотя у ребят была такая возможность и я вам скажу такую тактику может из вас паркурить только один а второй будет на рельсе там или на шахте так я ребята этого не говорил вот поэтому сейчас мы перемещаемся на вторую карту на какой находим какой-нибудь домик и соответственно там будем с вами паркурить погнали следующая карта ребята это у нас кунгур и нужно будет покорить вот этот центральный дом по факту он изящный но с другой стороны здесь ребята очень низкая kill зона есть ты чуть-чуть выше соответственно сюда залезешь что ты уже можешь кельнуться в принципе лисенок это продемонстрировал так ребят ландовать на счет 3 все долетимся и начинаем паркурировать соответственно условия все те же самые кто первый сюда запаркурит тот соответственно и выиграл так сейчас ресницы у нас молодой человек бег чебурек и мы будем у нас давать отчётик так все на счет 3 все долетаемся раз-два-три все ребята погнали и сейчас будет у нас какое-то прям жесткое веселье но здесь по факту у нас очень многое зависит от респа и по факту у нас очень много зависит от стреляющего ты победил я победил я прям рядом в смысле рядом я тебя пока все я тебя вижу я тебя понял так но вечного молодого есть так сказать особый слою будет он им пользоваться или нет я пока не знаю но так ну 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 блин весь на молодой но также был прям хорош вот так хорошо начинали но все-таки ребята серёга у нас зацелился прям двумя гуслями поэтому я не знаю больше от следующей карте соответственно у них проснется какое-то второе дыхание они будут очень жестко у нас паркурить но давайте как говорится здесь дадим у нас еще одну попыточку будет у нас еще одно здание и здание будет прям но очень центральная прям вот этот деревянный домик где вот голд у нас еще падает за заборчиками тогда да 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 вечно молодой именно в него стрельнул а немножко далеко но как далеко неплохо неплохо с одной стороны так вечно молодой я у нас его вижу ему сейчас нужно как-то я не знаю сделать все красиво и нужно соответственно серёгу у нас за тараканить и залаханить но сейчас у него прям есть хорошая попытка во хорошо хорошо а лисенок куда у нас поехал лиса у него там своя атмосфера братан не это здание вот это центральное здание которого у нас серёга приехал так давай вечно молодой ой красава ой красава вот сейчас это хорошо отрабатывает а сейчас по факту ребят хорошо прям отработал и лисенок сейчас нужно просто как говорит сообразить и запрокурировать на вот это здание на который нужно как раз было залететь с самого начала так ну лисенок что-то пошло короче не так где-то лисенок у нас оступился на то по факту первое здание у нас залетел очень легко но на это здание что-то у него какие-то проблемки так ну давай первое так сказать очко у нас будет в сторону нубов так серьезно я сейчас подумал на секунду что тебе сейчас короче помогут запрокурить на это здание я серьезно уже об этом начал немножко думать так ладно но у серёги в принципе есть такая возможность небольшая сюда залететь да главное чтобы там тайминг прям был хороший замечательный так но 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 наконец-то так и счет в итоге ребята у нас два-три и остается у нас всего лишь два домика сейчас по факту у нубиков есть возможность вырвать эту победу но будут они ее пользователи не будут это как говорит совсем другой вопрос и другая тема поэтому сейчас мы ребята перемещаемся на другую карту и там естественно мы с вами включимся и следующая карта ребята это у нас серпухов и я здесь выбрал достаточно нестандартный дом это а вот это центральный домик по факту по сути он простреливается есть такая позиция с которой этот дом вообще прострелится со всех вообще сторон и серёг здесь будет в натуре как бы сложно долететь пролететь но говорится здесь есть у нас такая позиция где серёга может у нас прям легко засейвится и перелететь на этот домик прям вообще не паре соответственно сейчас ребята у нас уже который играет зону биков поменялись позициям потому что это у них также есть в условиях то есть одну катку у нас играет допустим какой-то один молодой человек он паркурит на домик а второй стреляет следующую катку соответственно молодые люди у нас действуют по другой тактике они переодеваются и другой наш чувак паркурит а тот у нас занимается именно стрельбой счет ребят пока у нас 21 и давайте на счет три все долетаемся и начинаем раз два три так ну сейчас все ребята опять же будет зависеть от случая рандома я вам не знаю напишите ребят в комментариях как мне сделать эту фигню то есть поставить их на одно место на одну позицию или все таки пусть они дилетуются и как говорится кому повезет как карта ляжет да ой ой ребята новому я вам скажу так всем не повезло поэтому можно даже вот так немножко сказать так есть 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 полет у нас лисенок что-то будет делать или не будет делать в итоге лисенок лисенок это это чё было как ты такое позволил у нас вечно молодой так летел хорошо так шикарно а лисенок что-то у нас не стрелял и кстати ребят тактика про которой я говорил лисенку нужно было стать вот здесь возле аптеки на противоположной карте и здесь открывается просто шикарнейший прострел на этот центральный домик даже можно было на центре короче стать но вот идеальная позиция это от этой самой крайней аптеки и смотрите просто как это знаешь почему он не стрелял потому что я краску поменял кошмар он типа не знал в кого стрелять это такое так на сереге да у нас тоже есть тактика он надевает краски такие же которые соответственно у нас у чуваков есть так и в итоге счет ребят пока 3-1 давайте сейчас мы ребята залетим на следующую карту посмотрим кто у нас там затащит и выиграет и в итоге посмотрим какой счет у нас получился и ребят в конце я вам скажу одну небольшую тему про которой я умолчал поэтому мы ребят сейчас ставим на паузу и переходим на следующую карту ребята последний шанс последний так сказать раунд у нас будет на ваших экранах это карта барда и вот этот несложный домик деревянный он узле мостка есть куча способов покорения но и так думаю самый так крашеный у нас будут от сереги да которая встала у нас где-то там прям и далеко 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 никто его не видит и ребят сейчас нужно будет запаркурировать именно сюда если у них это получится я говорю сейчас ребят про нубиков то это будет очень круто но у сереги есть шанс так сказать взять и сделать что-нибудь красиво не воображаемо крутое поэтому ребят давайте на счет 3 долетаемся раз два три и в общем-то начинайте сюда залетайте вечно молодой у нас 5 переоделся на рельсуху и паркурить у нас будет лисенок который циферный ник уже опоздали серьезного тебя а нет кстати братан нет кстати смотри как у какой респ есть замечательный респ прям есть очень хорошо если так и у второго кстати тоже респ прибят достаточно неплохой слушайте так ой 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 а я сейчас знаете что подумал я же подумал что сейчас херак и серегу просто возьмут и запаркурируют Ой, ой, лисенка, ребята, немножко плющит Прям заплющировала Немножко, так, ну, блин, Серегу Прям респит и сливает, а у лисенки Какие-то небольшие неполадки Технические, как говорится, ребята, шоколадки Ну, пошли у лисенка Да, здесь, здесь я так думаю Так, блин, я Сейчас думал, он у нас еще в полуминус Либо в минус ляжет, и это будет у нас Фейл года, так, в итоге Второе очко у ребят у нас есть И счет данной Так сказать, битвы данного противостояния 3-2 в пользу, естественно Про игрока, он нас Заскилловал и затащил эту битву И вы, наверное, меня спросите, а для чего Было играть, в принципе, пятый уровень Если на четвертом было все понятно, что Даже в случае того, что если у нас нубики Выиграют, то про у нас все равно Затащит всю катку, а дело, ребята Вот в чем у нас заключается Призовой фонд у нас с Е-карты С Е-паркурчика был 50 синих шаров Это 5 миллионов кристаллов Я говорил, что буду, как говорится Дарить именно тому участнику Кто у нас выиграет Но потом в процессе, так сказать, этой битвы Записи по первому раунду Я опять же, ребята, смотрел Немножко изменил свое решение И таковые у нас будут правила За каждое очко Игрок у нас будет получать По 10 синих шариков В итоге Серега у нас заработал 3 очка И в его копилочка отправляется 30 синих шаров Ну а ребята у нас заработали По одному очку Это в итоге 2 И каждый из них получит По 10 синих шариков Вот такие, ребят, дела Вот такая рубрика у нас вышла И получилась И кому она понравилась Обязательно поддерживайте ее Своим лайком Также не забывайте подписываться На мой канал И нажимать на колокольчик Чтоб ничего не пропускать Ну а с вами был Вайдер Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok